Когда начинать поливать хвойные растения после зимы? Здравствуйте уважаемые друзья! Вы находитесь на канале питомника Хвойный Дворик и с вами Евгений Филимонов. Сегодня мы рассмотрим когда же начинать поливать хвойные после зимы. У нас как вы видите февраль месяц, но у нас тепло, хотя обещают дожди, сегодня завтра, потом первому числу марта я думаю погода у нас уже наладится. Эти ели посажены у нас осенью, поэтому землю из-под них повыдавливало, что касается мелких которые вы посадили осенью, их тоже надо будет проливать очень хорошо как только сойдет снег и придавливать вокруг стволика, потому что их выдавливает еще больше чем эти ели. И вот после посадки можно видеть, что в земле там есть трещины, трещины довольно таки хорошие большие, они были пролиты очень хорошо водой после посадки и как бы все равно появляются трещины, трещины это от того что земля там вода замерзает, потом минус раздавливает и естественно туда может попасть воздух. Чтобы воздух не попал нам надо обязательно брать и проливать как только сойдет снег и установится плюсовая температура. Ну естественно по мере возможности, чтобы здесь не было ничего такого вот как вот здесь, там я приближу, можно будет увидеть. Ну еле себя чувствует хорошо, я думаю все будет в порядке, они пойдут, но поливать надо обязательно, обязательно. Некоторые ели не такие голубые как например вот это вот, но скорее всего, а не скорее всего она была посажена в тени и росла там, поэтому у нее такой цвет, а в основном вся ель голубая, вот это видно что даже чуть-чуть обгорела, но это ничего страшного, ничего страшного нету, она возьмет свое, осенью она пойдет, здесь посажено около 15 ели, сразу не пытайте меня, я весной их еще продавать не буду, а вот следующей осенью пожалуйста, скорее всего буду. То есть мы разобрались, то есть надо поливать как только сойдет снег, желательно поливать по хвои с распылителем, прям над ними ставить распылитель и заливать полностью, чтобы по хвою она вся стекала, ну где-то в конце февраля я думаю я их начну поливать, если же конечно у нас не зарядят дожди, в основном вся елка с голубоватым оттенком, я уже не знаю как говорить и объяснять, что это ель колючая, это ель глаукая, это ель голубая, это одно и то же, ель видовая голубая, если она у вас будет расти в тени, то она получит более зеленый оттенок, свет они очень любят, ну тут три фактора конечно же зависит, даже четыре, это первое, первый фактор конечно же семена, генетика, второе это грунт, в который вы его посадили и третье у нас, что это полив, вода, ну и четвертое самое важное это солнце, свет, вот они будут сидеть все на солнце и посмотрим какой будет свет следующей осенью, ну насчет полива я думаю мы с вами разобрались, вот можно видеть даже какие трещины стоят, туда проникает воздух, все равно проникает воздух и может подсушить корневую систему и растение может погибнуть, это касается всех саженцев, которые посажены осенью, еще хочу сказать, что к примеру, не к примеру я это уже говорил, как вы садите сеянец маленький большой, три дня заливаете очень хорошо водой, заливаете водой и так заливаем по хвою три дня, какие бы сеницы не посадили, маленькие большие, садите по первый корень снизу и еще плюс два сантиметра сверху землей подсыпаете, но я это все покажу как пойдет у нас рассадка, потом заливаете водой три дня без остановки, чтобы вода стояла, чтобы земля уселась, чтобы растение чувствовало влагу и вообще все многие сажают в жижу прям, понимаете, три дня поливаете, на четвертый день встаете и даете заработать корневой системе, при этом используя корнеобразователи корневин, гетероксин, циркон можно, но опять же я советую это корневин, многие говорят, что он не разводится, все разводится, все действует, проверено много раз, не обращайте внимания, разводите и поливайте, то есть вы три дня поливаете очень хорошо водой, затем, после того как посадили, затем вы встаете на следующий день, поливаете корневином и день сутки не поливаете, дайте поработать корневину, дайте, чтобы корневая система заработала, а потом начинаете полив, полив уже такой, не такой плотный, как первые три дня, но такой, чтобы земля не была подсохшей, опять же все лучше поливать проспылитель и похвой, так еще что хотел сказать, корневин можно дать еще раз через десять дней, такая же процедура, то есть встаете утром поливаете и у вас выходит то, что у вас получается, да, вы поливаете опять корневину, опять сутки не поливаете, даете опять поработать корневину, то есть, поэтому поливайте, как только сойдет снег, поливайте, после того, как вы посадите, поливайте водой очень хорошо и сильно три дня, потом корневообразователь корневин, используйте это еще через десять дней, то есть до лета, до июня можно дать три раза корневина, то есть по пол ведра на одно большое растение, на маленькое, на маленькие растения примерно где-то около на квадратный метр 10-литровая лейка, то есть залили, все, если вы рассадили квадратный метр 100 штук, 10 сантиметров туда 10, обратно, как я всегда советую, то есть у вас выходит просто одна лейка на один квадратный метр, и так, уважаемые друзья, все, на этом все, что хотел сегодня рассказать, с вами был Евгений Филимонов и вы были на канале питомника Хвойный дворик, не забывайте подписываться на канал, всего доброго, до свидания, берегите себя! Субтитры сделал DimaTorzok